Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Число подписчиков переварило за 100 миллионов. Именно в 96-м началась история интернет-пейджеров. Аська — это фонетический аммоним, то есть слово звучит одинаково, но пишется по-разному. В УТКе получилось, что абраменту АСФЮ перекликал «Я ищу тебя». Аська — это централизованная служба мгновенного обмена сообщениями в интернете. Изначально программное обеспечение рассылалось клиентам бесплатно, так как изобретатели не ставили свои цели извлечения и своих проектов прибыли. Друзья, просто хотели быстро связываться с проектом, чтобы узнать, кто и где находится. Но в 98-м году из Архитяне продали свои детища американской компании за 400 миллионов долларов. А пять лет назад правами на Аську завладел Российский инвестиционный фонд. Сегодня в России Аськи ежемесячно пользуются около 7 миллионов человек. Однако специалисты отмечают, что количество клиентов стремительно падает. Это связывают как с заселением рекламных спамов, так и с тем, что интернет-пользователи предпочитают общение социальной сети. Актерпетия. Радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Общая доставлена за сутки в провинцию Дамаска. Об этом сообщили в Российском центре по привилению сторон. Там наточнилось, что местным жизненным переданы продукты питания и бутилированная вода. Формируется гранитарный конвой для отправки в провинции Алеппо, Холмс и Дамаск. Журналистов и правозащитников в Ингушетине только избили, но еще и ограбили неизвестные. Похитили 1000 евро, 250 долларов и два мобильника. Об этом сообщают СМИ. Ранее стало известно, что выслушено третье уголовное дело по статье нападения в целях хищения чужого имущества. Максимальное наказание по этой статье за 10 лет лишения свободы. Полиция продолжает раздвигать участников нападения, которое произошло вечером в среду на границе Ингушетии и Чечни. Легковые авто в России за полтора года подорожали на 35%. По данным агентства авансный стат, основной причиной стали рост культов в доллар и евро по отношению к рублю, инфляции и повышению себестоимости производства. Аналитики уверены, что цены продолжат расти. В понедельник в Москве ограничено движение из-за подготовки к Параду Победы. Будет закрыт участок от рецепровища этого новоконюшенного переулка. Нас 15.00 до 18.30 было закрыто все полосы проезда Девичьего поля. Изменения конструкции, также графика работы наземного городского транспорта. Это автобусы номер 64 и номер 132. По последовательной цели может покинуть зенит. Берегийский футболист отказался продлевать контракт с российским футболом. И в ближайшем межсезонье на Вен-Петих Милан сообщает СМИ. Известно, что в игроке заинтересованы еще один итальянский топ-клуб «Нью-Ментос». Полозащитник пришел в Сенит в сентябре 2012 года. Все подробности на сайте kv.ru. Самому популярному с миру на это в ближайшем мазке облачным местами снег и 2 градуса тепла. Филипп, земля, на слуху информации радио «Кусамольская правда». Как мой покупатель, русский интернет-портал. Первый инвестор и председатель совета директоров «Рамбера» Сергея Васильеву рассказывает историю установления одного из первых российских интернет-порталов. Специально для радио «Кусамольская правда» предприниматель Васильев вспоминает, как это было, появление и развитие легендарной компании. Продолжение следует... 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 Они уже такие же, как и мы, простые ребята, лет 30-35-ти. У них было хорошее образование, но без своих тех на себя на родине, и мы чему-то не видели, приехали сюда. Виктору приехал в первую очередь. Я часто спрашивал, зачем, чтобы оттолкнуть его покинуть, а у меня на вискачащиеся где-то далеко. Он отвечал мне примерно так. В общем, бедная страна, я не смогу заработать, а в том, как в Кью-Йорке, в Гонке или в Москве. А вот даже с Россией очень похожа на первую, где тут легко и комфортно было. Вот, к примеру, ситуация. Если я в Нью-Йорке решил надеть водителя, то должен был сразу с включительным контрактом. И там прописать по пунктам все, что он должен сделать, с которого часа и по какой, в какой день он работает, а в какой день. В России с этим иначе абсолютно осталось, что у нас нет. В России, как у нас, есть понятие парень. Из-за этого парень, одинокон еще указать в специальном контракте, ведь всех не у нас взаимоотношений и описать. Водителя нужно не только, чтобы водить машину. Всегда нужно что-то привезти, выполнить какие-то поручения, задания и по бизнесу и по личным давам. В Дью-Йорке это невозможно. Там нужно все прописать в контракте. Это не помнит. А Москвичка за себя как-то выделяется, и про свои открытия. Виктор продолжил. На каждом декабре на Рождество я улетаю как с успехом. Это святой. У нас большая семья. В рынке и сестры, в странах, на пирогах и странах, на крисах. Мы все не желаем, что в шамосе. Мы с Виктором, в начале, в конце 90-х еще работаем в МФК. Когда возрастчики мегакузы. Искал новые, свежие идеи на России, на торговом рынке. Мы продавали ему тогда все, что придумали. Товарный Виктор, я попозвал авару с автором. Он неплохо на этом зарабатывал и велик во все, что мы ему приносили. К тому моменту Виктор попозвал своей компанией, творил на капитал. С небольшим, но шикарным офисом в самом центре Москвы. И недавно отреставрированным старым особнякем с видом на церковь. С деклянной перегородкой в общем зале расплаты. Варят, столб с мониторами и компьютерами. За которыми сидели несколько трейдеров русских ребят. И несколько четок американок, которые вели в телефон. Тогда я часто приезжал к Виктору узнать интересные материальные бумаги. Да и просто потом знать, в чем живет рынок. И тут покупают иностранцы, что интересное в России. Виктор отлично понимал авсиганский рынок. Она у многих замуж как банкировка, и без постоянного контакта. За эти годы он почувствовал в российский рынок. Но парни в других там, и не умолил в каких-то нюансах и деталях. Ему не хватало тут контактов, связей. Наши отношения были очень важны. Именно Виктор был первым человеком со стороны, с которыми я поделился своей идеей купить русский интернет. Я хотел узнать, у него будет ли это интересный иностранец. Готов ли они нас поддержать хотя бы в будущем. Неожиданная инвестиционная идея ему сразу понравилась. И вскоре мы с ним совершили первую совместность. Я был в интернете. Виктор поддержал мою идею купить «Рамблер». Появил в нее и окунулся в работу с «Рамблером». В результате он потратил на эту компанию все деньги, что стал заработать в России. И он даже пришел закрыть свою компанию. Он нервничать переживал, отчаялся от невозможности вернуть войны, и в результате не выдержив испытания времени с опытком про Росфорту. «Рамблер» из Силка. Декабрь 1999 года. Я в терпении ждал Сергея Соку в своем кабинете время от времени, подходя к Ахану. Мне хотелось увидеть этого человека еще до того, как он войдет ко мне. Как он будет, с чего он хочет. К моменту нашей первой встречи я уже думал, что выгрузил с Ахангурский интернет и был в благородный на первых возможностей и перспективах. Но не казалось, что я познал тайну ищу тихо-дихо-дихо-дихо-дихо-дихо-дихо. Эмоции, на какие-то резервы от этого иностранного откровения были так сильны, что хотелось всем об этом рассказать, поделиться. Но девка еще не состоялась, поэтому эмоционально будет следствовать. И вот я его увидел. Попереду, высокий, худощевый мужчина, и придем в одной, чуть-чуть, салатой, с обыкновенным рюкзаком, и каким-то портфелем на люди через плечо. Сергей казался очень приятным общением человеку. Он просто, но из разговора сразу, что понятно, что на его партнера параболе, он уже довольно четко представляет перспективы, которыми обладает. На закон довольно точно назову доказатель капитализации язв в Америке и других подобных компаниях в Европе. Человек без бантов, нестеричный, но четко знал, что хочет. Он уже хорошо поделал перспективы Рамблера, но чтобы их реализовать, нужно пройти деньги на развитие. А сколько национального спросил я, Сергей сразу не смог ответить, его нужно было создать подробное бюджетство. Он пришел на земную назву. Нам понадобится около 10 миллионов долларов. Но здесь сразу, постепенно, в течение нескольких лет. Это замечательный, мне понравится. Сотых 10 миллионов долларов на тот момент у нас нет. Постепенно, в рассрочку, это шумно, мы просили. Я понял, что сделка возможна. Мы с мужем договорить. Но надо только было как-то убедить Сергея, что такие деньги у нас есть, и мы можем оформить. Встреча была не только, и мы договорились о следующий, чтобы продолжить разговоры. Но зато еще было согласно. Мы заикались и как-то извечись. Сказали, что какую-то сумму они хотели бы получить сразу на арту. О каких деньгах идет речь, спросил я Сергею. Что-то было взгляд на сумму владельца у нас у нас. Заявительно, что она была для него от суммы. Он никогда не видел таких денег. Но иначе сделки не будет. Этот кассирал очень важен для создателей раунда. Именно в тот день я понял значение сэкономки шау. Точнее, укус вина сэкономки он варит за таких стих. Итак, если я хотела, чтобы сделка состоялась обязательно на нынке шау. Можно было торговаться по сумме вести для компаний, по сумкам, словам, по деталям бизнес-плана, но кассирал будет скучать в инвентарстилки. Я не стал подтверждать Сергея на готовность на него, но внутренний сразу это предел. В нем это форум за дело осталось до существенной суммы, но у нас был и я понял, что сделка состоит. Сразу после этой встречи я позвонил в два-других, где он? Я спросил Виктор, что он думал про интернет? И ведь там, где он собирался, ответил, что а где-то тема очень крутая, но это где-то далеко в Нью-Йорке. Я задал следующий вопрос. А что ты думаешь про русский интернет? Он на мгновение саду назад и пристально посмотрел на меня. Виктор в том, что он говорит по-русски, все хорошо, по-другому, что там плохо. В общем, в русском интернете он ничего не знал, потому что не слышал, но почувствовал, что тут горячо. И сразу ответил, я согласен. Продолжите через несколько минут. как мы покупали русский интернет. Мы искренне верим, что все губернаторы в России порядочные, заботливые и вежливые люди. А жуликам, разгистяемых казнокрадом, дорога к губернаторскому выезду закрыта. Но вдруг именно в вашем регионе сидит тот, кто позорит в честь чиновничьего музея. Тогда включайте радио Комсомольская правда в понедельник в 16.05. Позвоните в прямой эфир и скажите все, что думаете. В ближайшем выпуске мы поговорим о проблемах в Воронежском власти. Как с ними справляется глава региона Алексей Гордеев. Своё мнение вы можете оставить уже сейчас. Пишите нам на губернатор собакакб.ру или звоните на наш ответчик 849 560 357 64 11 12 12 13 13 14 13 16 15 14 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 17 17 18 19 19 20 19 20 20 20 Продолжение следует... 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 Нет, ее нужно создавать. Выяснилось, что в юридическом смысле нет и саму компанию. Это не только общество с ограниченной ответственностью, насчет которого приходили небольшие потеши, редкие рекламные баннеры на главной странице порта. Но это угол. Уверен закрытий для числа ты на части с нуля. Уже предложил высокую. Невероятно, что я делал государство, в которой представляют еще ценные интернет-компании. Я что-то делал. Создатели Рамблера, сидя в старых кабинетах Пущинского, не делали все на коленке, по-домашнему, не заботясь о юридических и прочих формальностях. Домен 2,5 мм. Вот приедешь улицу еще раз. Баннеры продавались от другой, а софт не было. Вообще, то что сметила Виктора, но меня не удивило. Но приняли это как данность и взялись расформлять все документы с нуля. Юридически компания Рамблер была создана именно тогда, в начале 2000 года. Хотя Рамблер в тому времени был самым популярным в стране поисковиком и вообще самым посещаемым в сайте Врунета, а его движок крутился еще с 95-го года. В ближайшее время Высаков сформулировал три основные задачи. Первое. Найти новый офис в Москве. Ридер русского интернета должен был распространяться где-то в столице, в центре. Пущина для наших амбиций уже не годилась. Второе. Команда. Нужно было искать новых людей. Высаков сразу сказал, что старой, немногочисленной командой нам не справится с грандиозной целью освоить русский интернет. Тогда это виделось ему самой принципиальной и основной задачей, и мы с ней согласились. На рынке начиналась гонка между основными игроками, Рамблером, Яндексом и Миллеру. Эту гонку нельзя проиграть, сказал Высаков, что нам нужны люди. Третья задача была оформление юридической структуры. За это взялись мыслик. С этих трех задач не началось строительство компаний. Довольно быстро Сергей нашел место подвозь в Снадушном центре. Яндексом, лидер русского интернета на площади антургана российского и шоу образования. Это звучало круто. Вот представленный новый роман, точнее, мы говорим на этот канал, где полным человеком Сергей представил Игорь Ашманов. Это профессионалы, деморфологи языка и вообще поиска. Именно они смогут укрепить наше ведерство. Ашманова я не знал, как изменно-то мастерской структуры, где только начинал с познакомиться. Но я и показал, что нет вопросов человека, а главное, он сразу принес толстую презентацию с планов что-то наделать. Насоку занялся ремонт оповещений в научном контексте, он закупок, покупкой мебели и покраской стен. Ашманова я заводил на развитие этих плата рынка. А мы занялись юридическим структурированием в ВАГУ, РАБЛЕР, Интернет, КУТИНК. Дискрипто. Отметив новый путь, мы с Сибири полетели к этой акционалу. Если мы вставали с толстой пачкой Ашмановского бизнес-плана о том, как построить нашу портал, центральное и главное место русского интернета, мы взлетели на водолоками, и мои мысли обходили под этот зал интернета. Его необъятные перспективы. На ближайшие два года я учитывал с русского интернета, его хитами и хостами, включая юридическим структурированием интригами, и облигая эти существенные сложности и проблемы ремонтизации. Эта сложность и изменила мою жизнь. РАБЛЕР, ЯЛ. Январь-февраль. Двуточечного года. РАБЛЕР, Турцкий ЯЛ. Такую мысль, мы должны внедрить обмани российской территории, наставлял я Мишуханова на шоу. Я готовому перемочить из механского партнера продвинуть вести на пространстве бренд РАБЛЕР, ДИОНФЦЕМ. Мы должны заставить церадь нашего рынка в городах, крест, инвестор, все, что РАБЛЕР номер один, это наше дело. Двуточечная организация для каждой компании ядоперевозов, доставляют. Этот разгляд номер один обстановлен в личности и расширен в виде инфраструктуры. В их посылке поископодобных в том, что их уже равна прости для финансов. Это максимальный горизонтальный портал. Концентрально-бедная в Украинском премьерах интернета контакта 92 начало на улице. Тут у нас расходные власть интернет-арту начали преображаться смех. Яхот, главным сайтом, на который главе существует ищение в СМОДЭЛ и Европе и весь мир. Все европейские страны в том, что в момент это раскопировано в ЯХО введено в СОП-Центральный портал во Франции, Германии, в Италии и даже в Англии в СМОДЭЛ и в СМОДЭЛ американцев и английский язык. Но яхот устраивал на мисс. Яхот, главным сайтом, в СМОДЭЛ и Европейских странах партнерных фон на родном сайте жителей и местных фондах и даже отдела ЯХО в СМОДЭЛ и Европейской Модель работы огромные ресурсы. Деньги, которые были от американской компании по обеспечению им быстро стать лидерами во всей Европе и в каждой стране отдела. Они были лидерами по пресещаемости во Франции и в Термании. У нас в России на тот момент компонентарты. У нас был лидером остаток страны. Американцев в СМОДЭЛ и Европейских странах сделать распределы человеком своего сайта а то есть потеряется совсем в рамках. И в Ирине на экспорте расставить главный партнер страны, где в Великанске и Анаши и Анаши и Анаши. Анаши и Анаши. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, московское время, 7 часов 12 минут Через 2 часа, менять карту памяти 9-25 Ну, а здесь ослабкой 3 часа Если в Москве 7, то здесь 10 часов утра Местное время 30 утра На трассе На трассе Дорожники Насыпали песочком Проезжую часть За это им огромное благодарное Ну, а там право, там право, там право Опасные участки, повороты Которые Дорога посыпана местами Опасный участок и склон На стройку продажа на сентябре На стройку продажа на сентябре На заправках Упал Пышма 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 Угу Пышма Пышма На стройку продажа на сентябре Сентябре Местер Проехал лазик под таблетку. Нежно все поедут. Антоний, в разные стороны бояры донялась. Сейчас вы слышали работу радара. Как среагировал радар-детектор на радар гаечника? Ребята, слышно? Машинка стоит. Ребята, рацию проверяют. Отказы как слышно. Замечательно. 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 Очень хорошо, спасибо. Замечательно. 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 Самый шмар. Замечательно. Вернулись. Продолжаем движение по маршруту Яркутск-Москва, участок Кемень-Екатеринбург. Продолжаем движение по маршруту Яркутск-Москва, участок Кемень-Екатеринбург. Продолжаем движение по маршруту Яркутск-Москва, участок Кемень-Екатеринбург. Продолжаем движение по маршруту Яркутск-Москва. Продолжаем движение по маршруту Яркутск-Москва, участок Кемень-Екатеринбург. Продолжаем движение по маршруту Яркутск-Москва. Продолжаем движение по маршруту Яркутск-Москва, участок Кемень-Екатеринбург. В качестве поиска корабля тогда не сильно уступил в Яндексе и точно превосходил поисковую машину ЯХА. Американцы хорошо искали по англоязычному интернету, а кириллицы еще толку не понимали. У нас был запал времени, и мы знали, что американскому ЯХА не уступил. Нужно было только следить за Яндексом. Там ребята сделали свой пресс-флор, кто-то не уступил нашего корабля. Только в начале тысячного года... Я тебя попытался, блядь, ловить нечисто на вере. Я на Масона Калиновском, блядь, хуярь, у меня мест останавливается, чтобы китайчики на своем забрать. Раз такой, блядь, сиди ли ты, да, я подхожу к этому, который сидит, говорю, вот что товарищ твой остановил, вон мой машин, блядь, мой новый, блядь, совсем. Какие люкас купил. Он так посмотрел на меня, блядь, тыкай, тыкай, блядь, тыкай, блядь, тыкай, блядь, тыкай, молодая. Я ей сколько раз, говорю, блядь, на них паспорт, посмотри, блядь, у меня уходи, блядь, написано, блядь. Оооо. Продолжение следует... 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 Минус 11 градусов. Но это лучше чем нулевая. При нулевой температуре заслякать. Которая летит от колес. Идущих рядом. Встречных автомобилей. Забивает стекло. Такие условия наиболее лучшие. Нежели при температуре 0 градусов. Ну и так плюс один, плюс два, плюс один минус два. Это интервал. Я думаю, что движение Кемельской области. Даст видео движения по Кемельской области. Даст какую-то информацию полезную для тех, кто отправляется в зимнее путешествие. Зимний туризм. Я имею ввиду и модели, и гостиницы на трассе. Заправочных станций достаточно. Не заделают, конечно. Но достаточно. Увидимся. Продолжение следует. Увидимся. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Страшный факт расстановки Эти придирки Эти разводы А то, что теряешь временно Этапы Теряешь перья светового дня Это неприятно, конечно Контроль скорости на полосе Должен быть на дороге Наши Соблесные гаишники Вот интересно Как они замеряют скорости Студник лазарки работает Соблесные гаишники Такие добрые Соблесные гаишники Должен Соблесные гаишники Требели Соблесные гаишники Соблесные гаишники Требели У меня есть в ютубе видео, на моей ленте можете найти доказательства невиновности. Я ехал из Нижнемартовска в сторону Тюмени, где четко, ясно, на видеорегистраторе. Так, еще какая-то машинка стоит. А, нет, это просто автомобилисты на обочине не остановились. Так вот, видео называется «Доказательства невиновности». Можете найти его и посмотреть. Достаточно много просмотров, комментариев к этому видео. Я четко обозначил на видео инструменты. Например, знак «Обгол запрещен» и так далее, и так далее. И когда ГАИшник меня остановил, предварительно заявил, что у меня был выезд на встречную полосу, не в самом встречной полосе. Такую ахинею сейчас. Сейчас, говорит, подвезут видео, кто-то там снимал на камере, как якобы я выезжал на встречную полосу и так далее. Хотя, как таковой, в встречной полосе там все в снегу было. Даже если была там разведенная полоса, то она под снегом и непонятно, есть или нет. Но, тем не менее, я не выезжал на встречную полосу, но видео это все четко ясно видно. Затем подвезли видео, на котором не показывают, как я двигаюсь. А я двигался на эвакуатор, на скорости эвакуатора. Ну, на скорости эвакуатора пределы допустимые, допустимые нормы. То есть, абсолютно, никакого нарушения не было. Вот они уже видят, что придраться не к чему. Под конец заявляю. Вот о чем вы мигаете парами успешным автомобилем? Я говорю, я предупреждаю успешные автомобили, чтобы соблюдали правила дорожного движения, скоростной режим и так далее. То, что на практике стоят сотрудники ГИБДД, это общепринятая практика. Это не запрещено правилами, и нигде в правилах не написано, что мигать парами запрещено. То есть, не видят, что ловить нечего. Отпустили. Ну, с одной стороны, хорошо, что остановили. Я уже ехал уставший, усомлённый. Мне нужна была какая-то внутрянка, что ли, какой-то отдых небольшой. Ну, полчаса посидел у них в автомобиле. Немножко это изменит как бы остановку. К сожалению, в тот момент у меня не было скрытой камеры. А то можно было бы интересное видео снять, интересный сюжет. Вот такие вот разводилы в погонах вынудили меня приобрести несколько скрытых камер. Это для самозащиты. Их много, обычно. Ну, как минимум, два. Бывает ещё больше. Там и три, и четыре, и пять человек. И вот толпа давит на одного. А камера, она как-то создает внутреннюю убеждённость, уверенность. Поэтому не стесняйтесь приобретать видеокамеры сбытого наблюдения. Здесь сейчас как грязи на Алибабе. И ценули приемлемые. Там что-то порядка трёхсот, что ли, рублей. Четыристо рублей. Этая камера во второчке. Ну, да. На более... Я на снегопоте погонять, да? На более таких изысканных. И в часах эта видеокамера, и в галстуке. Просто в тачке куколицы. На ремне, в пляхе есть такие камеры с пультом дистанционного управления. Это не вмешательство личной жизни горишника. Это самозащита. Это самоохрана. Здесь много рассуждений в интернете, что съемка с этой камерой галя на поля преследуется по закону до шпионской камеры. Я вам скажу, ребята, это че-пуха полнейшая. Вы не торгаетесь в личную жизнь... В личную жизнь инспектора. Вы, если записываете на открытую видеокамеру... Вы ведете съемку в кабинете, например, это общественное место. На улице...